Добрый день! Рада приветствовать вас на своем канале Критика для Души. Меня зовут Жанна Мурахина. И сегодня я вам расскажу о сериале «Сиси» в первом сезоне шестисерийном, снятом в 2021 году, производства Австрии и Германии при участии Латвии и Литвы. Это такая костюмированная историческая телевизионная драма, посвященная императрице Австрии Елизавете Баварской. Личность императрицы и ее печальная история жизни привлекала немало кинематографистов. Но, наверное, самый известный фильм снят в 1955 году, также и называется «Сиси», где роль Елизаветы Баварской сыграла Роме Шнайдера. И, кстати, эта роль сделала ее знаменитой. Вот этот фильм я не смотрела, может быть, стоит посмотреть для сравнения. Сегодня я бы хотела несколько иначе рассказать о фильме, расставить другие акценты. Меньше внимания уделить, может быть, актерскому составу, своим впечатлениям о фильме, а больше обратить внимание на места съемок. Таким образом, ответить на вопросы, почему сериал снимался в Латвии, в Литве, и какие места попали в кадр. Ну и в этот раз из-за этого на объективность я не претендую, так как речь пойдет о красотах Латвии, которые я очень люблю, и в баллах оценку я ставить не буду в этот раз. Значит, у сериала первого сезона два режиссера. Я специально не смотрела пока еще второй сезон, пока не сниму этот ролик и не посмотрю. Так я решила для себя, чтобы более, может быть, опять же, насколько это возможно, объективный. Значит, у сериала первого сезона два режиссера. Немецкий режиссер и сценарист Свен Боксе. Лучший рейтинг до того был у сериала «Кулдам», так называется «Кулдам» 56-59. Их два сериала таких было, во всяком случае. Так нам об этом рассказывает интернет. И португалец Мигель Александр, который снял, опять же, свой лучший сериал. У него этот «Город шпионов». Ну и, собственно, сериал «Си-Си», лучший в рейтинге в их карьере вообще, как таковой. Актерский состав. Очень разнообразный и достойный. Но я расскажу только о главной паре, сыгравших императорских супругов. В роли Франца Иосифа, австрийского короля, немецкий актер Янник Шуман. Ему на данный момент 30 лет. И до того лучшая роль у него была в фильме «Центр моего мира». Ну вот, на мой взгляд, он хорошо справился с многогранной личностью Франца Иосифа. Сумел показать вот эту многогранность, включая вот его любящий и нежный образ супруга до жесткого, жестокого, сильного, бесстрашного воина. Вот такой вот спектр эмоций, на мой взгляд, ему удалось показать. И в роли Си-Си Доминик Девенпорт, ей 27 лет на данный момент, это швейцарская актриса. В Си-Си ее лучшая роль. И в фильме мы наблюдаем превращение ее героини из сбалмошенной юной девушки в зрелую женщину. Такую мудрую, любящую, ранимую и одновременно сильную. Рейтинг на кинопоиске 7,7 балла. Среди пользователей Google сериал понравился 90%. Ну и так как я в этот раз свою оценку ставить не буду, я только упомяну, что сериал мне очень понравился. То есть я, в принципе, его рекомендую к просмотру, кому вот такой жанр нравится. Но просматривая отзывы, я обратила внимание на то, что комментаторам понравилось, а что нет. Вот по мнению некоторых, которым не понравился сериал, фильм исторически неточен, слишком вольная трактовка биографии Си-Си. Даже по мнению некоторых, события просто не имели места быть, не могли быть в то время в силу исторических каких-то реалий. Но тут я решусь оппонировать, так как перед нами не документальное кино, то есть он не претендует на точность отображения фактов, а художественное. То есть авторское прочтение имеет место быть. Несомненно, сильной стороной сериала, это уже практически все отмечают, красота природы, архитектуры, богатство интерьера и костюмов. То есть в этом плане сериал зрелищный. И вот, наверное, поэтому в своем отзыве я хочу уделить всему этому внимание. Ну и вот, почему же все-таки Латвия? Но дело в том, что подобные сериалы о европейских монархах обычно снимаются где-нибудь в Венгрии, в Чехии, в той же Праге, Будапеште. Но дело в том, что со временем съемки стали там дороже. И к тому же там отснят практически уже каждый уголок, и не раз, то есть он уже такой узнаваемый. Так во всяком случае рассказывает режиссер и представитель компании «Синевилла Филмс» Андрейс Экис. И он же отмечает, что сотрудничество получилось успешным, так как именно его компания организует съемки этого сериала в Латвии. И им удалось показать привлекательность Латвии в кинематографических проектах. К слову, сегодня кинематограф в Латвии оставляет до 15 миллионов евро в год, что для такой маленькой страны очень неплохая сумма, на мой взгляд. Ну и, кстати, у любого желающего есть возможность поучаствовать в массовке, сняться в ней. Ну, стоит только отправить соответствующую заявку на определенные сайты. Так как сегодня в Латвии снимается достаточно много фильмов. Хочешь – участвуй, хочешь – нет. Ну, а далее я расскажу, какие места и достопримечательности использовались для конкретно съемок этого сериала. Начну с Латвии и справедливости ради упомяну Литву. Итак, Рига, которая наравне с Вильнюсом сыграла роль столицы Австрийской империи Вены. Можно сказать, что практически все, но во всяком случае, очень многие достопримечательности Старой Риги мелькнули в кадрах. Это и дом Латвийского радио, здание построено в юген стиле, как и многие здания в Риге. Там же здание Рижской биржи на Пилс-Иела или на Дворцовой улице по-русски, в конце которой высится голубой шпиль церкви Скорбящей Богоматери. Вот по этой улице как раз и проезжала карета. Съемки также проходили у церкви Святого Якоба. И там же неподалеку располагаются три брата. Это таких три дома в средневековой постройке. Ну а также у церкви Святого Петра, шпиль которой не так легко поймать в объектив, так как высота церкви достигает 123 метров. Когда-то это было самое высокое здание в Европе. Ну и, конечно, некоторые другие объекты Старой Риги, которые просто все тут не перечислишь. В сериале был показан богатый интерьер многих зданий изнутри, задача которого была передать могущество и величие Австрийской империи. Ну, например, внутренние помещения Латвийской национальной оперы. Коридор, ведущий в билетаж. Кафе с выходом на балкон. Тот самый, который в фильме используется в сцене появления Франца Иосифа и Елизаветы к венгерскому народу, и где антимонархист пытается зарезать императора. Наверное, помните. Ну и роскошные помещения Малой гильдии. Это гильдия ремесленников в неоготическом стиле, где вы видите шикарные витражи, стрельчатые окна, деревянная отделка. А также большой гильдии, купеческой, более богатой. Эти сводчатые крестовые потолки с нервюрами в готическом стиле вот именно находятся в большой гильдии. Ну, красота. Эти помещения использовались в фильме для отображения интерьера Лаксенбургского дворца в сериале. В свою очередь, помещения национальной оперы, а также дома латвийского товарищества в Риге, построенного в стиле неоклассицизма, превратились в королевский дом венгерского короля в Будде. Эти белоснежные изысканные помещения, несомненно, очень привлекательные и, мне кажется, очень подходящие. Кроме в Риге, в сериале были показаны и другие места Латвии. В основном это замки и дворцы. Ну, например, знаменитейший Рундельский дворец и парк известного архитектора Растрелли, «Жемчужина барокко», сыграл роль хофбургского дворца династии Габсбургов. В сериале использовался и белый зал, и золотой зал, и переходы с лестницами. И, кроме того, сам парк крупнейший по масштабам в Балтии. Это единственный парк версальского типа. Цельсвоинский замок, шедевр эклектики. В 2002 году, кстати, пережил крупный пожар. Сгорела крыша, полностью восстановлен был в 2022 году. Вся Латвия, помню, переживала по этому поводу. Ну, сами видите, какая красота. Находится в живописном месте, но если фильмы, видимо, вдали горы, то на самом деле местность слегка холмистая. Эдельский замок – это такой средневековый дворец, построенный в XIII веке. И в сериале играл роль дома родителей Сиси. В 1905-м был сожжен и разграблен, как и многие другие замки и поместья Латвии. Ну, как видите, восстановлен. Лил Пстраусский замок и церковь. Он расположился в самом маленьком гандейском городе мира, где вот мы видим дворец рижского архиепископа, построен в Средневековье. Ну и кроме того, в рижской киностудии были построены масштабные и грандиозные декорации на площади двух тысяч квадратных метров для трех разных дворцов. Из Польши были специально доставлены исторические кареты. Латвийские швеи пошили несколько сотен костюмов и мужских, и женских. Как вы видите, действительно, костюмы очень интересные. Есть на чем остановить свой взгляд. Ну и много красивейших мест было снято в Литве. Это поместье Рокишкис. Причем поместье снималось как снаружи и внутри. Впрочем, как и поместье Ужутракис. Вот они вот такие красивые, находятся тоже в очень живописном месте. В Вильнюсе мы не раз видели, как подъезжает карета к Литовской национальной филармонии. Тоже такой кадр заметный. Ну и, конечно же, костел святых Иоаннов, где происходило бракосочетание Елизаветы Баварской, Франца и Иосифа. И Вильнюсский университет, который тоже расположен на этой же площади. Ну и вот мы частенько эти кадры тоже видим в фильме. Ну и, конечно же, Тракайский замок внутри со всей своей средневековой аутентичностью. С края его так не показывали, что вот он среди озера находится, потому что уж слишком был бы узнаваем. Вообще на экране происходили чудеса телепортации из Латвии в Литву. Например, снаружи карета езжает в один двор, например, снятый в Латвии, а заходят уже герои в помещения, снятые в Литве. И наоборот. Мне даже трудно представить, как вообще всё это можно было осуществить, во сколько это обошлось, сколько это заняло времени, перевозок и так далее. Ну и, на мой взгляд, поэтому фильм так и смотрится, так его оценивают. И, как я уже сказала, лично мне сериал очень понравился. Я собираюсь смотреть на днях второй сезон. Ну, может быть, о нём я отзывы оставлять не буду. Там я только могу сказать, что и второй сезон снимался и в Литве, и в Латвии. А вот третий сезон снимается полностью в Латвии на данный момент. И там, кстати, в этих сезонах участвуют уже некоторые другие достопримечательности. Но если вдруг вам захочется, то я могу такой фильм снять и об этом. Ну, на этом, наверное, всё. Говорю вам до свидания. Пишите отзывы, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до следующих встреч.